Александр Ильич приходит на прием первым. Его питание потребует особенной уваги. Ушасток раки Скрипицы, что находится побои с дачным поселком, практически переутворился у болота. После реконструкции моста, я еще в 2007 году, было засыпано основное речище. Стан раки значно погоршился, течение припинилось, заявился шмат водной рослинности. Вся грязь, вся трава замыла реку Скрипицу. Когда построили мост, сменили русло, выше поставили плотину, подерживая воду в чередянке, поставили два шлюза, чтобы легче было мост строить. Река, уровень упал, ее замыло. Сейчас она находится в состоянии болота. Юрий Шулейко погоджается. Проблема по трабуе вырошения. Однако это не так просто. Для проведения работ по очистке речи широки, потребуются великие финансовые сродки. Есть необходимость изучения окончательно данного вопроса, для того, чтобы в дальнейшем рассмотреть целесообразность данного проекта. Потому что уже есть ряд изменений природы, которые позволят ли в дальнейшем, чтобы река существовала правильно в тех своих параметрах, изначально природных, как она была раньше, уже 10-15 лет назад. У вращения проблем грамадян треба уличивать человеческий фактор. Об этом Юрий Шулейко нагадывая подчас ворота пенсионера Ивана Волкова. Его сусед займается рамесной деятельностью и шум перешкоджает заявнику. А лишь по факте рамесник не порушает законодавство. Як альтернатива пропонува иншого места для працы. Вариянты разглядаются. Так само размова на приеме шла про реконструкцию городской бани. В полный час она закрыта. Будынок признанный аварийным. Юрий Шулейко доручил мясовым уладам у самый ближайший час знайсти решение. У Вогули за три годины разгляджено 12 пытанев. Во всех районах есть вопросы трудоустройства. Есть вопросы непосредственно обращения к местной власти. То, что касается сегодня системы жилищно-коммунального хозяйства. Она очень специфична для всех районов. Потому что это связано с финансированием. Это связано с планами дальнейшего развития. В том числе вот Житковича. Мы видим, что данный город в ближайшее время будет реконструироваться по многим направлениям. Начиная от подземных коммуникаций, заканчивая внешним состоянием города. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Житковичем.